Боже, как он рассказывает, браво Да Каламбурчик небольшой я хотел устроить Короче, после Греции, матч, мы сыграли 1-1 Это вообще ужас Привет, друзья, я рад приветствовать вас на втором выпуске шоу-подкасте Говорилка С вами снова я, меня зовут Михаил Горнак И со мной прекрасная ведущая Екатерина Антонова Спасибо, всем привет-привет Ну и, конечно, мы в этой студии Наши сегодняшние импровизированы не одни Нам нужны были гости, мы их нашли У нас же целая команда футболистов Ребят, привет Всем привет-привет Всем привет Все, по всей камере поздоровались Расскажите, нам было сложно вас уговорить сняться? Не сложно Это неправда Я в первый раз вообще отказался Но потом меня все-таки уговорили Вы говорили перед шоу про то, что вы друзья в команде Был момент Момент есть Момент есть Лучшие друзья Мы лучшие друзья Ну, прежде чем мы начнем тут весело общаться Я хочу напомнить, что здесь не только вы отвечаете на вопросы Но мы еще и разыгрываем замечательные подарки Например, в нашей прошлой говорилке Мы разыграли майку Ее получил Миша Литвинов Из, внимание, Екатеринбурга Так вот, мы не оставили Мишу без майки Потому что он далеко Мы ее Ему туда отправили Можно на это посмотреть Как это выглядит Все отлично Майочка на месте И имя классное, кстати, у Миши Да Было приятно Набивать фамилию Но не имя Миша, я понимаю, что тебе нравится Вообще удивительная история То, что Парень, который выиграл майку Не из Беларуси Потому что, я так понимаю Денис Шпаковский Должен был ее дарить прямо на стадионе Да А Миша приехать не мог Поэтому А почему не мог Ага, кстати, хорошо Миша, почему Вопросы логистики Ты не мог приехать Да, зададим этот вопрос Ну, приезжайте к нам в следующий раз Если Миша надо доехать То мы готовы Еще что-нибудь подарить ему на стадионе Да Возьму на себя эту ответственность Фоточка майки была размещена в инстаграме Кстати, про соцсети Они у вас есть У меня есть инстаграм Мер Влад 79 Там Аль Пачино на фотке Так что Почему? Люблю я его Аль Пачино? Да Мечтал стать актером? Нет Да, любимый Аль Пачино Меня называют актером Один эксперт Кто? Да, там Потом расскажешь А вообще Мой любимый фильм просто Скорфейс Лицо со шрамом Это же вообще топ Я удивлен, что ты такой молодой Тебе только 22 года И ты любишь Аль Пачино Ну, блин А что поделать Ты смотрел Бумеры против Зумеров? Конечно Ну, вот Там же я Бумеров разорв... Ну... Ты разорвала Ты разорвала И еще и Демченко в танцах Ты разорвала Да, в танцах Вы вообще были лучшими Просто вокруг Я там лучший был один человек Кто? Николаевич 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 Легенда Правильно Так всегда нужно говорить Что тренер круто Твой инстаграм Да, у меня тоже Видит инстаграм Флапа 21 И что там у тебя На аватарке? Я сам Как-то неинтересно Не придумал Ну, там фотография просто Хорошая Было бы забавно Если бы у него был Де Ниро, например Аль Пачино и Де Ниро У меня раньше был Дональд Дак Почему-то, я не знаю На аватарке Но потом обрал его Почему Флапа? Потому что Федя Ла-па-ухов Типа сократил Флапа Вообще у меня был Другой никнейм Потому что у меня был Другой никнейм Но мне сказали То, что пока ты не поменяешь Официальный аккаунт Динамо мне не подпишется В инстаграме Вот что за Это был ужас Это был ужас Парни такие молодые А на самом деле Видишь уже какие развитые А дай проверим Насколько они молодые Инстаграм у них есть А вот тикток есть? У меня есть Но я уже там Его не веду Кстати, раньше вел У меня там даже было Полторы тысячи подписчиков Круто И я там Я там в тренды залетал Там в реке Так а чего нет? Почему перестал? Ну куда? Футболу мешает Ну конечно Съемки Я снимал года три назад Там чисто по приколу В предсезонке Ну в отпуске зимой Что-то там поснимал Вообще это была Запланирована акция Чтобы друга отвлечь У него там произошло Не очень приятное событие Я говорю Давай мы позаписываем С тобой там все такое И что-то как-то подзатянулось Мы вдвоем начали снимать И все Вот так и становится тиктокером Да А потом Попробуй остановиться Ну вы знаете, что есть Футболист Арсений Концедайлов Да Ему видимо не мешает Тикток Да Он не очень хороший Ты знаешь его? Да Это такая кринжатина настоящая Я вообще ничего не понимаю Но очень смешно Суть в том, что ничего не понятно Сюр Ну Просто Не знаю Мне как-то не очень Есть знакомые тиктокерши У Феди Так Да Ну да, есть У меня девушка тикток ведет Но она не активно ведет Вот там То есть иногда снимает ролики Но я стараюсь в этом не участвовать Я только могу Динамо помочь Тиктоке Кстати, ей понравился наш тикток Где ты принимал участие Да, очень понравился Ну Сказала типа Круто Продолжай в том же духе Именно какой? Когда мы снимали То, что через реку прибивал Ну Она типа Не так Чтобы Ну Она снимает Другого контента Скажем Видео Она типа Себя снимает Просто там Под музыку Разные танцы Песни Вот такое Она любит Так что Ну это прикольно Залетело же По-моему Если не ошибаюсь За последнее время Больше всего просмотров набрало Да Ну я готов продвигать дальше Ваши соцсетки Знаешь что Во-первых Ты круто перебил Я не знаю точно Мне говорили про то Что пару мячей потеряли Да? Это неправда Это все Монтаж То есть все мячи Которые ты Один мяч Там был сдутый Не понимаю зачем Мы взяли сдутый мяч И Ну он сдутый Еще мы Короче вначале мы пошли По ветру я бил Вначале Там вообще все перебивал С первого раза Раза три-четыре перебил Да Я хотел же рукой бросать Отговорили Но потом Мы говорили Давай поменяемся Типа с другой стороны Снимем другой ракурс И там уже мяч сдутый был Мы его подкачивали Но он типа поспускал Поспускал И он вообще не полетел Только до центра Реки ты добил Я так понимаю Что ты перебивал А Влад уже мяч ловил Да Но он хотел принять И была один раз Вообще возможность хорошая Но Меня ни разу не сняли Потому что я попросил Потому что я ни разу не принял Нет Я ухожу Просто Там Федя По ветру Когда бил Я стою просто На другой стороне На тропинке Ну там не по ветру Давай так скажем Просто Не было ветра Ну хорошо Ладно Ветра не было Федя очень сильно бил Так Уже лучше И там просто На дорогу мяч улетал Туда Там два раза Машины останавливались Чуть не случилась Аварийная ситуация Как я туда успею Далеко забивал Ну а ты глядишь Ну а деревян был в ноги нормально Я шучу Что ты деревян Не возил всех так Кстати для таких моментов Когда вдруг кто-то скажет Что кто-то деревянный Или какая-то другая Шутка Да Прозвучит У нас же свинья стоит Да Знакомьтесь Короче Я на самом деле Катя скажу так Что я был Убежден Что Влад Слегка деревянный Скажу тебе честно Но в этом году Я смотрю на него Мне кажется Он то ли пересмотрел роликов с Месси Либо с какими-то другими Топовыми футболистами Ну очень прибавил То ли ваш ролик пересмотрел То ли ваш ролик пересмотрел То ли да Ролик наш пересмотрел Понимаешь? Тот сам Какой? Где возил? Хорошо Давайте А что случилось тогда В этом году? Ты мне скажи Он за два года Предыдущих выслушил За билл 11 мячей Прошел претезонку С Минском Динамо Все просто Сразу прибавил? Конечно Не ну просто Много факторов Ну конечно В каком стоит с Федей Я думаю Это первостепенное Сколько я с ним работал После тренировок Это ужас Нет Ну а ты сам Как-то вот понимаешь Вот этот момент Что случилось? Где-то что-то щелкнуло Сработало Да ничего не щелкало Ничего В интервью Колено Такие не надо Да не знаю Просто предсезонка Реально качественная была Ну я не говорю Что выслучи И там в руки До этого была некачественная Но просто Работали Много И вот Федя Тоже работал Очень много Там по две тренировки Начинается Потому что касается Федя Он еще и в зал Успевал заходить Там заниматься Для себя То есть это все Плод каких-то Все плод каких-то Тренировок Усилий И так далее Ну и тут Нельзя умолять Тренерский штаб Там их заслугу Всех опытных Футболистов наших Ну то есть Каждый помогает Друг другу Пытается помочь Хотя бы И вот результат Хотел еще Ребят Добавочку По поводу Тиктока Федя Ты когда Перебивал мяч На мосту Парень какой-то Как будто Такил крещен Не видели Это очень смешно Мне кажется Даже смешнее Самого ролика Так там да Но еще Когда мы пришли На другую сторону Там под мостом Ребята стояли Ну такие немножко уже Подвыпившие были Чуть-чуть Там вообще место Такое синее Там короче Их задержали Пришли милиционеры И ребят повязали просто Заметь Что с молодыми Насколько веселее Проходит То есть Прошлый Прошлый подкаст Это было не то Да Привет передаем Да Сереже и Вове Привет Володя Хвачинский Передаю тебе привет Вова Их ничего не применяет У них нет детей Они еще свободны Понимаешь Как-то так говорят Федя двойня Нет Это же молодой Федор Какая двойня О чем вы говорите Спроси Как Федя хочет Сына назвать Федор Мазай Серьезно? Мазай? Нет Мы просто В комнате сидим Начинаем накидывать Знаешь Типа имена Разные В какой комнате А Ну на байке То есть Ты это обсуждаешь Не с девушкой А с футболистами Я это вообще не обсуждаю Это они накидывают Они вообще-то решили Что у меня должен быть Ребенок Уже в ближайшее время И они начали накидывать Типа имена Там разные Но видимо Мы на Володю Просто посмотрели Володежь первый ребенок В 18 лет уже был Так Ну Но не мозай Но не мозай Не мозай вроде Федя не торопись Там девочка Сама главная Типа имена Типа просто так В шутку В шутку Типа Нет Не в шутку Я знаю Вы уже хотите Может быть Даже девчонку Какой звали Продолжим С нашей свиньей Да Теперь вопросы к ней Или может быть Она сейчас Будет активным участником Может быть Это та самая свинья Которую ты Федор Подложил Денису Шпаковскому Это некрасивый вопрос Не надо Так а ты можешь Как раз Так вот И сказать Что не нравится Мне этот вопрос Тут не надо Связывать этот момент С тем Что Там кто-то ошибся И поэтому Другой человек Играет Потому что Это и неуважение К Феде Потому что Он же Тоже заслуживает Играть Ровно как И каждый у нас В команде Который доказывает Поэтому Тут не надо Рассматривать Эту ошибку Как что-то Такое Что может Повлиять На состав И так далее Боже Как он рассказывает Браво Отлично Вообще Можно сидеть И слушать И это кстати Несмотря ни на какие ошибки Никак не влияет На поддержку болельщиков Мы вот с ними Пообщались Перед предыдущим матчем Они говорят Что да Бывает Но Всякое случается У нас есть несколько Кадров оттуда Я даже посмотрел И ты знаешь Очень по-доброму Отзывались Конечно Все говорили Про то что Ну очень печально Причем Некоторые люди Поехали же на игру Кстати Те которые поехали Ну да Это прям такая Злая шутка Есть такая информация В интернете Что двое ребят Наших болельщиков На велосипеде Добрались до Сморгоне Это 130 километров Чтобы посмотреть Как вы там сыграете И потом Точно так же Грустно Ехали на велосипеде Как мы все сыграли Как вы команда Да Потому что Ты же тоже в команде Да Хорошо Как мы все сыграли Они смотрели на нас После поездки на велосипеде Как мы там играем Представляете Как было Ребята Ну никто же не застрахован Такого Если они приехали Ну не Конечно Молодцы Давайте Во-первых Скажем что наши болельщики Спортивные Да Раз они доехали 130 километров Все самое лучшее Скажем спасибо Спасибо нашим болельщикам За то что они поддерживают Нас в любой ситуации Спасибо нашим болельщикам Приходите в наши матчи Поддерживайте нас Мы будем рады вас видеть И приезжайте на велосипеде Я очень много комментирую Матчи с Динамо Товарищеские И как правило У нас такая игра Я там говорю Обязательно напишите Сколько там лет Например Вы болеете за Минское Динамо И там есть такие Прям люди Вот читаешь Зачитываешься Которые по 25 По 30 лет болеют Болеют дольше Чем ребята живут Ну конечно Думаю 20 В 2-м 22 А там по 30 лет Болеют за Минское Динамо Вот ты помнишь Ты сейчас комментировал Матч с Минском Товарищеский Да И тебе кто-то написал Привет из Венгрии Да Я думал Ты догадаешься Что это Это я тебе написал Тебе привет из Венгрии Ничего себе Напиши что я Блад М Тогда будет проще угадать Потому что на самом деле Из США Из Канады И много откуда Болеют за Минское Динамо Вообще в целом В соцсетях Мы видим очень много Чего интересного Про то что происходит У нас в чемпионате Вот недавно мяч украли В Барановичах Слышали о таком Да я видел Я видел Как он убегал Причем кстати на Федю Похож на спину Не видел У меня есть алиби Где ты был в это время? Тренировка была Ну это неоправдание Говорят Что мяч все-таки Потом вернули Ну вроде я как видел Даже в ТикТоке Мне попадалось То что Там который Организатор этой команды Медийной вроде Он купил мяч и вроде Повез его в Барановичи Там будет плюс один мяч Короче Я не знаю Но вот я видел ТикТок Что он повелся давать Может это просто хайп Как сейчас говорить Ситуация была такая Они Барановичи заявили Про то что Если вдруг мяч ты не отдашь Марнишка который украл Возможно Федя Тогда мы Подадим Тебя заявление В милицию И он вернулся С мячом И отдал его Но тем не менее Барановичем Вот этот вот Высокий футбол Хованский отправил мяч Так я же говорю Теперь в плюсе На один мяч больше По идее Появилось А вдруг этот человек Который украл мяч Просто был Ну в структуре клуба Барановичи Работал просто И вот так Золотали мячик один Нет Просто тут еще работает Знаешь Закон сохранения Там какой-то Мячей Потому что Саня Василевский Сейчас тоже потерял Ну Саша Василевский Наш инвестратор К нам подходит Привет Саша Привет Саша Подходит к нам сейчас И говорит Федя Влад Где мяч? То есть мячи пропадают А это был игровой Это глобальное А это был игровой мяч Это вообще серьезная проблема Для всего белорусского футбола Куда теряются мячи? Так ребят Ну мы поняли Что команда Всегда играет командой Мы все кто рядом Находимся тоже в команде То есть если выиграли То выиграли мы Если проиграли То проиграли мы Мы видим что у вас Такой классный Коннект Давайте так В такую игру сыграем Контент Контент Это слово? Это он Твой коннект На контент изменил Каламбурчик небольшой Хотел оставить Хорошо Ну пускай свинья тоже У нас поработает У нас такой контент В команде прям сейчас Вы знаете Сейчас будет много Мне кажется Каламбура Давайте Мы будем назвать вам Фамилию футболиста А вы первую ассоциацию Давайте Давайте И мы все втроем Давайте Все втроем Давай Так Хорошо Ну давайте Тогда с вас и начнем Сейчас вдвоем поработать Влад Друг А если бы его здесь не было Допустим Мышь Не ладно Я переведу Нет Мышь хорошо Кстати Оставим Нет Не оставим Давайте еще раз Заново Как будто не было Влад Машина Поделаем Поддержим Хорошо Давайте Федор Ну да Ну не Федор же сам будет Трицепс Ну какой же у него трицепс Покажи Ну покажи Да и ладно Ну ладно Давай другое Не будем хвастаться Ничем Или позориться Скажи Федор Лучший Ну Молодой 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 Федор Так а ты про меня не сказал А я должен был Про все у них сказать А не взяли тебя в команду? Нет Ну для меня Влад однозначно Это кондуктор Контролер Потому что этот парень Из энергетика До сих пор Мне кажется Летит еще Нет Он встал Ладно Хорошо Когда вы здесь сидите Тут не так Наверное Получается весело Пойдем по другим ребятам Хвощинский Улыбка Ребенок И не один Нет Он сам ребенок А он сам ребенок Если я Цыган Боже Похож Нет Куда Нет Тема больше Володя Добрая душа А что ты тогда скажешь Про Душина Да Ну вот и так Нет у нас первой ассоциации Просто первое что было Брата Брата Бакич Ну для меня сложнее Я его просто не знаю Ну пусть будет Шпала Мне кажется Это не он Шпала Ну ладно Хорошо У него тоже крупный Да Душин высокий Но ты выше Нет Душин выше Душин выше Да на 3 сантиметра Может и Свети его повыше Нет Ну конечно выше Ладно хорошо Отвлечемся А кто в команде Самый высокий Не знаю Может Полли Какой-нибудь Не наверное Душин самый высокий Так я Душин Обнового роста Какого 190 191 191 Я почему-то измерялся Вот мы в сборной Измерялись У меня был 191 Рост Перед этим Измерялись Помнишь Когда ходили Ну вот Диспансер Все вместе 190 было Да Давай еще Вернемся Быков Тут такие в голову лезут Просто ужас Не в эфире Хорошо Политевич Да Вы просто Капитан Лида Он из Лиды Поэтому у меня асоциация Только с Лидой Демченко Цыган Опять Лутик Ну ладно Цыган хороший Я бы тоже цыган Наверное Сказал Давайте поменяю Скажу Наверное Дема Чаровишка Для меня Дема После танцев С Владом Это танцор Он там В кавычках Фрак А, тиктокер Надо сказать Да, я думала Кто же скажет Танцор Тиктокер Да, это у него хорошо Идет Кого еще хотим? Давай последнего Кого-нибудь Аринию А, я скажу Бобриха Бобер Почему? Уже Бобра Имя Бобер Бобра У него вообще эти зубы Два больших передних Я его всегда Бобер называю Он знает об этом? Конечно Я ему всегда говорю Бобер И его сказали, да? Почему? Я вам показал картинку Кто такой Бобер И он сразу порвел ассоциацию И улыбнулся Конечно Для меня это Неймар Жаль, что он сменил прическу И снова вернулся К черному цвету Но с белыми было классно Да Ну, хорошо Давайте теперь мы по одному Назовем футболистом Да И вы будете Давайте Ты начинай Я начинаю Сочивка У меня все украли просто Все, все Все украли Это, кстати, сложно Да Опыт, наверное Ну да, мне тоже первое, что крутилось Я скажу опыт Ну, давайте скажу дед Он, наверное, самый старый в команде Дед Самый возрастной Самый возрастной, да Я знаю, кого спрашивают Пути Орша Привет, Орша Наш родной город Путила Слушайте, ну, во-первых В против Путила Я один раз играл в своей жизни И он, мне кажется Был самым техничным Тогда футболистом в Беларуси На тот момент Ну, тогда скажу Просто техника Он реально всех возил Это был просто шедевральный футболист Он и сейчас, конечно Но уже время берется Для тебя кто? Антон Для меня Антон Вообще Топ чел Просто как футболист Как человек Ну, если первое слово То Какие тут слова? Тут надо смотреть Просто и наслаждаться И выиграть Одни эмоции Ну, мы поняли Олег Никифоренко No name получается Недавно женился Ну, первое, что приходит на ум Про футбол можно забыть на год Я скажу золотой мяч Путин джуниор Ты же хотел сказать Либо Путин джуниор Либо золотой мяч Нет, для меня это сложно Я просто вообще олега не знаю Ну, он хотя бы Ну, внешне можешь Ну, внешне Внешне у него такая Круглая голова Ну, кругляшная Футбольный мяч Я футбольный мяч Я же сказал золотой мяч Олег, вообще без обид Ну, хорошо Приходим к нашей важной И серьезной теме Хотим поговорить с вами Про сборные Как там? Во-первых, скажи, пожалуйста Что такое вообще Сыграть за сборную И забить еще за ней Ну, тут я думаю Что больше про дебют Можно сказать Что когда я выходил Со швейцарцами Там ты видишь Вот этих вот Людей, которые играют Там Закария Джака Зоммер Ну, и ты думаешь Реально я сейчас выйду И буду противостоять им Так сказать Вот Поэтому это, конечно, приятно Было очень И в том числе Оказаться рядом С партнерами по команде Которые тоже Лучшие в стране Футболисты Ну что? Я просто вспомнил Что можно про Володю сказать было Позор Позор Вот по Аливеру слову Володю позор Он все время говорит Это позор Это позор Как я только сейчас вспомнил Я не знаю Вот И Да, я вот говорю Что типа Оказаться с лучшими Партнерами Там в стране Лучшими футболистами Да, в стране Бок о бок Сыграть против Других национальных сборных И тоже лучших представителей Своих стран В футболе Вот Поэтому это, конечно, очень приятно И что мне Доверили Сыграть И со швейцарцами И потом В следующей Игре с румынами Вот А что касается Вот прошлых матчей Конечно, ты уже Примерно понимаешь Что От кого ждать И с большего знакомые Все люди были Поэтому Да Очень Классное чувство И забить И выиграть Вот Тем более долгожданная Победа была Поэтому Все были только счастливы Все были рады А что там у молодых У молодых не очень удачно Получилось Ну это понятно Но ощущения-то какие Ну у меня тоже был дебют За сборную Против Андоры Очень красивый стадион Там были там горы Вокруг Все Очень Атмосферный стадион Вот мы были в Греции До этого Когда предыдущий сбор был Там тоже был Там просто стадион Сам по себе Был очень Ну Я тогда вот видел Такой стадион Впервые Там поле Вообще Топ Там такой Газон Но В Андоре мне больше понравилось Потому что там Со всех сторон горы Там намного Там температура Не знаю Выше 20 градусов Она не поднималась Мы приехали в Испанию Там духота Тридцатка вообще Но по игре скажу То что Нам как-то тяжеловато было Немножко мне кажется Не до конца Друг друга понимали Но в целом Хотелось бы конечно Выигрывать этот матч Должны были выигрывать В любом случае Мне кажется Ну я думаю Что все еще будет Давайте все-таки Поговорим о том Что сопровождает Вот такие выезды Возможно Какие-то Были веселые истории Во время поездок Во время самого трипа Я могу сказать про Дема Но это было в предыдущем сборе Эта история просто Такой Как говорит Владимир Позор Да Это позор Таких позоров Нужно еще поискать Никита Послушай эту историю Короче После Греции Матч Мы сыграли 1-1 Это вообще ужас Мы сидим В раздевалке 1-1 сыграли Могли выигрывать То есть Выпустили победу Реально там давили Было у нас больше моментов И тренер Наш Был одежный сборной Сергей Михайлович Сергей Михайлович Ясинский Да Он стоит И Дема начинает Да Давай И так начинает хлопать Он говорит Ребята Ребята Это эмоция Это гнев Я недоволен А Дема начал поддерживать Потому что мы орем Типа Из-за того Что Он начал поддерживать Типа Да В ничью сыграли И Дема такой Да Давай Начал поддерживать И говорит Ребята Это не радость Это злость Это такой позор Я сижу дома Никита Перепутал эмоции Да Это вообще ужас был Как такое ужас А у меня веселых историй не было Только грустные Вы хотели же какую-то историю рассказать Нет Или это и есть та история Это нет Это история просто с повседневной жизнью Не со сборной Вчерашняя какая-то история Да У нас одинаково с Ладом произошли У него позавчера А у меня вчера Давай Если тебе позавчера Ты первый расскажешь историю свою Ну давай Иру Сижу в кафешке Просто по телефону разговариваю На улице Какая-то там летняя Летняя кафе И просто подходит девушка Говорит Ты же футболист Я по телефону с батькой разговариваю Ну с папой По телефону разговариваю Так типа Ну да И она говорит Ты очень узнаваемый Там типа удачи тебе И пошла дальше Это первый раз у тебя Это первый раз у меня такое в жизни Ну Типа может быть и раньше узнавали Но чтобы прям вот так вот Вплотную раз подойти Не постеснялся человек Да не постеснялся Просто И я такой Дальше начинаю разговаривать Типа у меня вообще А уже все Эйфория У тебя же тоже такое произошло? Да у меня вчера Я еду Вот ну на метро проехал Уже выхожу на кубок Колоса Сейчас надо не спалить свой адрес А то Бонабегут Ну как раз Одна точно прибежит Вот И выхожу уже На трамвай на остановку Стою Очень много людей Там порядка 10-15 человек Стою Стою Ну в наушниках Музыку слушаю И вижу ребята стоят Там минуты 3 На меня смотрят Все Стоят Потом Подъезжает трамвай уже Виднеется Издалека И они подходят Говорят Можно сфотографироваться С вами Вообще Просто Люди на остановке стоят Я думаю Нифига себе Там уже То есть Я не в форме Стою Ни в игровой Ничего То есть Просто в обычной одежде Повседневной Подходят Говорят Можно с вами сфотографироваться Я говорю Типа Откуда вы меня знаете Начинаю спрашивать Они говорят Мы болельщики Белшины Потом они Подшутили Ладно Мы за БТ Тебя болеем Я говорю Ну что Об этом Это же Возможно Ты не думаешь Что по ТикТоку Ты же тоже Там нормально Залетел Нет Они говорят Ты очень хорошо сыграл С БТ Когда мы тогда Выграли Там реально Хорошо сыграл По первому разу Такая история Произошла Да Вот чтобы на улице Вообще Первый раз Так люди оборачиваются Приятно было Так люди оборачиваются Смотрят Кто это такой Что они с ним фотографируются Я вообще его не знаю Вообще Кстати Мне бы очень хотелось Эту тему поддержать И наверняка Нашим зрителям Тоже рассказать Если кто-то видит Наших ребят в городе Не стесняйтесь Подходите Потому что Это такая Колоссальная Поддержка Которую ты получаешь Именно в этот момент Когда тебя узнали Сказали Что за тебя болеют Тебя смотрят Реально Это очень круто Не стесняемся Подходим Фотографируемся Ребят пока не отказывают Как думаете? Со всеми Сфотографируемся Без проблем Там все что хотите Да Ребят И ко мне тоже Подходите То есть я не исключение Вообще Мне тоже будет приятно Теперь у нас Новое путешествие Европа В первую очередь Нас ждет Как готовитесь Какие вообще ожидания Как поедете Расскажите Этот вопрос Волнует всех Ну для меня Вообще Я обожаю Всякие выезды С командой Для меня сборы Переезды Это вообще Самый топ Я обожаю Самолеты Ну Долго лететь ночью Вот это я не люблю Но вот просто Летать Переезды с командой Я вообще Это обожаю Всегда Какой-то полететь Посмотреть мир Это всегда Есть такая теория Где ты смотрел У кого-то То что если ты путешествуешь Время замедляется Для тебя То есть ты путешествуешь И намного медленнее Для тебя идет время То есть ты намного Насыщеннее проживаешь Свою жизнь Ну и плюс Посмотреть Там разные страны И Еврокубки И вы думаете Удастся посмотреть? Ну конечно У нас там же Ну прям походить По обороту имеешь ввиду Ну не знаю Мне кажется В Боснии Там немного будет времени Но в любом случае Там вечерком пройти Думаю часик В любом случае Выдастся я думаю Но и плюс В копилочку Уже плюс одна страна Там То есть всегда приятно Вы думаете Флажки в инстаграме Красивая Ну это вообще топ Расскажем маршрут Вы летаете из Минска Летите в Стамбул Дальше В Стамбуле там Ждем 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 И со Стамбула Уже в Боснию Вылетаем В Сараево Там одна игра Да И потом уже Вроде на следующий день Или в этот же день Мы летим в Баку Опять в Стамбул И со Стамбула в Баку В Баку готовимся Пять дней Там у нас Сколько дней подготовки Пять-шесть дней И играем уже Там Принимаем Это наш домашний матч Считается Ну будет непросто сыграть Тем более без болельщиков Да Я так понимаю Да Ну там я посмотрел У Железди Чара На второй день После объявления Ну после жеребьевки Уже все билеты Были распроданы На второй день А вы вообще Видели что творилось В Инстаграме Под этим Ну я видел Там Рассказывали Там спамили Что это вообще Все заспамили Там в Инстаграме Наверное Больше тысячи комментариев По поводу того Что приезжать И мы вас там С третьим Хорошо Ну а что думаете Вообще По поводу Железди Чара И выбора Хорошая команда Очень Там на самом чемпионате На третьем месте Брать закончили уже У них же закончился Брать чемпионат Да Они там играют Они на третьем месте Братья закончили Ну вот Для них Получается Динамо Самый сильный соперник Из рейтинга Получился Да Ну в любом случае Думанда Будет непросто И нам И им Поэтому Тут Это Еврокубки Все-таки Тут каждый настраивается Чтобы пройти Как можно дальше Поэтому Просто не будет никому А давление от болельщиков От их болельщиков Это только добавляет нам Какого-то азарта Чтобы Эмоции Да, эмоции Тем более Если вот Ну Федя сказал Что 20 тысяч болельщиков Как ему душно сказал Уже готовы Прийти на стадион За два дня Раскупили все билеты То есть там будет аншлаг Вот И это тоже Будет нас гнать вперед Я думаю Это не будет как Давление Которое будет оказываться В негативном ключе Наоборот При болельщиках Играть приятнее При любых А особенно Зная Что наши болельщики Будут поддерживать Если не Оттуда То есть Белоруссия Это точно Вот То есть С этим посылом Тоже будем идти вперед И думаю Что все хотят победить В этом матче Однозначно То есть такое будет Но это новое соревнование Для вас Для обоих Да Какое-то волнение Ожидание чего-то нового Есть? Ну Это волнение Все равно сказывается Больше Перед самим матчем Когда ты готовишься К нему Ты не так волнуешься Ты стараешься Об этом не думать Чтобы Там твои мысли Как-то Ну Чтобы ты сам Не перегорел Короче говоря Вот Поэтому тут Главное тоже Так Не загадывать Спокойно готовиться К матчу И потом выходить На матч Уже С первым касанием Мяча Чувствовать Там уверенность В себе В партнерах Ты всегда чувствуешь Уверенность Вот И быть единым Коллективом Который Способен На победу Ну а мы С Катей Вам пожелаем успехов Все конечно Хотим Чтобы вы Прошли дальше И я уверен Что пройдете Или Лучше сказать Пройдем Все пройдем 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 Да Ну еще конечно У нас есть И бонус Для зрителей Нашего сегодняшнего видео Мы не можем оставить Их без ничего Хотим разыграть Майку Уже традиционно Такую же Которую ребята Выходят На матчи Для этого нужно Как обычно Посмотреть это видео Поставить лайк И написать комментарий Хочу Майку Больше комментариев Больше шансов Выиграть эту самую Замечательную майку Может Хочу Влада А нет Хочу Влада И майку Хочу Влада В этой майке Я уверен Что мы сможем Его разыграть Не ну давайте Прекращать Это можно Свинью Можно использовать Ребята конечно Желаем вам успехов Хорошего Интересного путешествия Пускай оно будет легким И Чтобы там Все у вас сложилось Максимально круто Ну для меня Это вообще первый подкаст Так что было очень приятно Поучаствовать Очень интересно Так что Зовите почаще Буду участвовать Знаешь еще почему Потому что мы хотим Посмотреть насколько Вот это вот сохранится Да Открытость в общении Желание рассказать Настоящие истории Потому что Обычно футболисты там В высшей лиге поиграют Несколько лет И такие Ааа У меня дела Я не могу прийти к вам На подкаст Я не буду рассказывать Посмотрим Посмотрим на сколько Это будет у вас Сохраняться Да просто Еще я думаю Что по богу Что мы друзья Ну Просто Когда Человек Которого ты хорошо знаешь Намного легче рядом общаться То есть И он тебя где-то поддерживает И у вас Локальные мемы Присутствуют То есть Шуточки такие Да Так что Вместе реку перебивали Вместе реку перебивали Что мы только вместе не делали Ох Потому как долго мы прощаемся Я понимаю Что вы не хотите уходить Да Ну Всем пока Но все-таки Уже приходится прощаться Так что Всем удачи Спасибо